привет зритель я три года его хотела и вот внезапно у меня случились деньги 24000 можно было куда-то съездить но что-то я подумала вдруг вообще-то вчера рано утром по вчера уже рано утром заказала ночью его вчера доставили я забрала сейчас у нас уже третий день пошел потому что сейчас уже несколько минут следующего дня забрала его в субботу я рассчитывала чтобы маленькая коробочка и положу в рюкзак и поеду на велике в итоге я ее от солнечного перла до цветочного он был на багажнике очень осторожно так везла его сейчас я покажу попробуйте показать вот всю эту коробочку но мало ли кому-то интересная коробочка вообще первую фотку ты мог видеть в телеге если на меня подписан риф просто заглядываешь мой блог это что такое это маркопресс можно нажать из орешков или семечек сейчас я его коробочку чем-нибудь скрою потом посмотрю инструкцию как его использовать и уже после покажу тебе на камеру на базе озоны не рискнула и вскрывать тем что это я была на велике и как мне это тащить во вскрытой коробочке изначально я хотела немножко другой той же фирмы но посмотрела отзывы почитала то есть все глянула обзоры и потом уже увидела этот и поняла что этот то мне и удобнее и в общем у нас с ним любовь с первого взгляда случилось почему масло пресс я как ты знаешь периодически покупаю всякие такие масла хотя моя подруга меня сегодня стал течо просто не судьба купить обычная подсолнечная марка зачем тебе все это зачем тебе другое не подсолнечная марка ну вот как-то бзик у меня на кулинарии пошел подняли мы немножко тут головку камера вот так тут в коробочке еще коробочка а я еще везла его и думала почему он такой огромный может антенопласт чего вообще такое коробочка мне коробочка масло пресс тут уже все по-русски масло пресс радмит р м о 0 2 что нельзя на нем отжать например масло соевое кофейное рисовое масло масло авокадо оливковое масло а также кукурузное если интересно то можете прочитать титры которые я ставлю на экран так вот здесь вся информация есть да вот вдруг кому-то интересно на эту коробочку повтыкать со стороны вот моя подруга в контакте мне написала что кулинария вообще приносит пользу как увлечение но сама на кулинарии не занимается у него готовит у меня мамы нету последние 20 с лишним лет поэтому готовлю я сама хотя в детстве любила готовить манную кашку шоколадом овсянку с шоколадом пока как-то все на шоколаде у меня было замешано white мне сегодня написал анонимус а потом мы с ним болтали тот самый анонимус благодаря которому сифаритника кстати анонимус я стал писать с мр можно было делать распаковку с мр но у меня распаковка смр уже есть одна правда другой техники на которую сейчас пришел масло пресс руководство пользователя она на русском насколько мне известно причем все весь язык только русский добротная такая бумажка гарантия на него года от производителя два года убирайте металл комплектация тут полная вообще как все что нужно я сначала думала купить ноу-нейм фирмы большой такой 11 килограмм весь такой металлический на алике с доставкой по россии но прочитала отзыв на алике на подобную штуку и поняла что это рыба кот мышки потому что на озон если он вдруг не взлетит его можно сдать по гарантии ну и как бы ты видишь а там не то эта техника и разница там он был за 17 вместе с заставкой по россии а тут за 24 ну вообще 23 800 чем-то там почти 2900 это если по карте азон покупать вот та щёточка ерщик чтобы почистить как-то так очень мощно пенопластом заделано пожалуй снова прервусь это моя попытка его достать чтобы зритель понял все мои труды как это делается это вот пенопласт нижний верхние это две части я думала что сверху снимается потом извлекается тут надо полностью вытащить и тогда уже снять верхнюю часть которая боковая на самом деле тогда сейчас я это превоскрою стакан в стакане это стакан под жмых семечки ты будешь прессовать чтобы масло получить а там жмых вот который можно пустить на конфеты вегетарианские веганские можно добавить в кашу можно сделать пасту ореховую а это стакан под масло тут у нас ситечка для фильтрации масла ставится вот так оно можно как бы обратно убрать а можно уже не убирать сеточка кстати металлическая добротный очень пластик но тут короче сделано из устойчивого ломания пластика рукавичка чтобы разобрать стресс после работы он должен остыть все и ты его разбираешь потом моешь те части которые можно мыть если у вас рука чуть побольше моей то вам наверное маловато будет рукавичка можете воспользоваться другой рукавичкой тут ватная такая прокладка дальше у нас идет шнур шнур силовный чаша загружаемая вот куда насыпаются орешки или зернышки чаша крышка и он насколько я помню если крышка открыта то он соответственно не запустится плюс если чаша опустела кстати чаша довольно приличная по объему на картинке казалось несколько меньше то он не взлетит да вот тут маслопресс начнет работать только при правильной закрытой крышке снимайте бункер только в том случае если он пуст бункер да тут вот есть такая дырочка выемка и здесь же наоборот вот закрылся ну и сам агрегат наш ну вообще не наш потому что он мой уже агрегат довольно кстати тяжелый куда бы тебя поставить думаю наверное стакан в стакан уберу даже ситечка обратно засуну пожалуй прервусь временем вот я его извлекла просто вот эта вот штучка она поднимается как бы она активная ну движется она и не очень удобно было для этого извлекать и лежу надо было его поднять на дне находится охлаждающий элемент ой блин люди он такой тяжелый ну 5 килограмм этого не 11 все таки пока без инструкции поднимать тут не буду но в общем как бы сюда ставится чаша это то что называется бункер вниз ставится стаканчик под масло с фильтром на нем и стаканчик под жбых ну втыкается в сети все такое то завтра мы уже увидим потому что я сейчас хотела только просто распаковать на камеру почитать потом инструкцию и показать тебе уже в действии его у меня есть миндаль он до ноября года этого года в сроке годности ну в смысле его можно использовать для масла соответственно надо для этого использовать для маслопресса я думаю ты сам понимаешь свежие орехи и семечки семечки у меня есть но я не уверена в их сроке годности допустим для халвы они подойдут а вот для масла вряд ли уже и если допустим семечки не свежие то из них отсюда будет вытекать халва чисто вот по отзывам комментарием людей у меня не работал реверс и поэтому пришлось дать по браку обалдеть я даже не ожидала что он так быстро запустится и сразу пойдет у меня тут кунжут он вроде более менее еще свежий я хотела все сначала протестить миндаль но я забыла куда то я куда я делаю миндаль мечта прям три года мечтала о ней и вот решила себе позволить спасибо озону что можно такое купить теперь будет свое маслице вон там видно этот кунжутик вообще инструкция очень понятная и как все делать и собрать и разобрать тоже хотя читала отзывы где написано было что вот ну прям негатив негатив я сомневалась но все нормально люди если кто то сомневается не сомневайтесь если прочитать инструкцию то вообще все отлично реверс не работал момент когда я собиралась отжать масло миндаля да кстати все что крупнее арахиса советуется в подобном или ином домашнем маслопрессе ломать измельчать не в крошку конечно мелкую но на небольшие кусочки точно размером с арахис иначе либо в шнек не поместится и в помольную камеру либо просто будут застревать и требовать реверса вот в нашем случае оно застряло реверс не срабатывал вообще нажимается кнопка вместе с кнопкой пуск я это обнаружила еще когда его разбирала но вот тогда еще не читала инструкцию и не знала что это на самом деле так не должно быть но и производитель конечно уверял что такого быть не может то есть то что вся серия вся поставка так которая была на тот момент на зон этого маслопресса реверс была с браком и не только у меня вот он считал что такого быть не может что это вот мы все такие неправильные а не то что у него может быть брак на заводе но это все делается на одном заводе где делается не только реверс но еще несколько подобных фирм дизайн может отличаться буквально там цветом или какими-то картинками но точно так же вот клавиши все три в общем так как бы покупаете на свой страх и риск но если покупаете на озоне то есть шанс вернуть если у вас есть брак потому что в принципе гарантия год вот